Я не собираюсь ни от кого скрываться на этом мероприятии, невежливо так не делается. Ну и кроме всего прочего, президент Франции и канцлер Седеративной Республики попросили меня о встрече с их участием, с господином Порошенко. Эта встреча состоялась, как в таких случаях говорят, на полях этого мероприятия, улуара, что называется. Мы сели за стол, поговорили, ну в течение минут 15, я думаю. Не могу сказать, что это была обстоятельная беседа, но тем не менее основные вопросы, связанные с урегулированием ситуации, затронули с развитием экономических отношений. Что касается урегулирования, то я не могу не поприветствовать позицию господина Порошенко по поводу того, что нужно немедленно остановить кровопролитие на востоке Украины. У него есть на этот счет план, но какой этот план, лучше спрашивать не у меня, а у него. Он так в двух словах об этом сказал, но одно дело говорить это здесь, во Франции, а другое дело излагать это в своей собственной стране. Я еще раз подчеркнул, что сторонами переговоров в данном случае должна быть не Россия и Украина. Россия не участница конфликта, а киевские власти и представители, и сторонники федерализации на востоке. Ну вот я, как это будет все имплементировано, как это все будет оформлено, я наверняка сказать не могу, но настрой в целом мне показался правильным, мне понравился. Надеюсь, что так и будет. Если это будет происходить, то будут созданы условия и для развития наших отношений в других областях.